МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Сегодня я хочу вам представить директора Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Михаила Михайловича Абрамского, который пообщается с вами, прочитает лекцию об одной из самых интересных тем на сегодня, об искусственном интеллекте. Давайте мы поаплодируем. Спасибо. Спасибо, что пришли сюда рано утром. А куда бы вы делись, вас привели родители. Ладно, это шутка. Но на самом деле я постараюсь сделать так, чтобы никому сегодня не было, ни у кого не было чувства, что он зря сегодня пришел. Популярность слова «искусственный интеллект», она безгранична. Это то, что наше будущее, это то, что уже давно наше настоящее. И с термином «искусственный интеллект» связано очень много мифов, потому что, например, мое поколение или поколение других людей представляет искусственный интеллект как-то вот так. Это из терминатора «Восстание машин». Искусственный интеллект нас поработит может лет через сто на самом деле. Понимаете, как вот эта немножко истерия вокруг искусственного интеллекта, что он скоро нас возьмет и всех поработит, она немножко неправильная. Это неправда, это выдумка, которая была придумана в кинематографе и в научной фантастике, чтобы было читать интересное произведение, смотреть фильмы. На самом деле еще долго искусственный интеллект будет оставаться нашим верным другом, помощником, и уж точно он не будет посягать на то, от кого исходит интеллект. Потому что на самом деле сам термин, который введен, искусственный интеллект, он немножко неправильный. То есть, точнее он правильный, дословный перевод английского слова «artificial intelligence», но можно его также перевести как искусственная интеллектуальность. То есть не то, что это как человек, который был собран другим человеком, и вот он стал искусственным интеллектом, а именно какие-то такие действия, которые бы так бы выполнял человек, но на самом деле может выполнять машина. Тут как не вспомнить слово «smart», кто-то может его знает. В США «smart» говорят вместо английского слова «clever». То есть, как на школе учили, «clever» — это «умный», а в Америке говорят «smart», то есть не говорят «clever». Так вот, «smart» и исходное его значение — это то, что ведет себя так, как будто обладает интеллектом. Обладает интеллектом. Или какой-то его часть. Что это значит? На самом деле основная задача искусственного интеллекта — во-первых, сделать что-то быстрее, чем это сделал бы человек. Эта часть — это автоматизация. Но вот это что-то должно быть нетривиальным, непростым действием, типа посчитать количество страничек. Вот видите, как банкоматы считают купюр. Вы стопочку денег в банкомат вставляете, и он вам выводит. Вы вставили 5780 рублей. Это механическое действие. А искусственный интеллект и решения в области искусственного интеллекта выполняют более нетривиальные задачи, которые вообще привык выполнять человек. Вот смотрите, примеры таких задач. Узнать знакомого по фотографии. Вот я смотрю у человека, я его знаю, а этого я не знаю. Или вот на двух фотографиях один и тот же человек. Мы это легко можем сделать с вами, а вот запрограммировать это тяжело. Или, например, различить на фотографии мужчину и женщину. Ну легко, мальчика, девочку мы различаем. А вот написать программу, которую делать, сложновато. Ну и другие тоже действия. Ответить на вопрос, найти информацию, чтобы можно было в какую-то компьютерную систему задать вопрос. Написать, что меня ждет завтра, если я лягу спать сегодня в 12 ночи. Меня ждет недосып. Вот. Итак, проводя черту, то есть искусственный интеллект это не человеческий мозг, сделанный из, не знаю, приборов, деталей, электричества. Искусственный интеллект это такие технологии, решения, которые помогают делать человеку задачи, которые до искусственного интеллекта были присущи только человеку. То есть компьютеры обычно с ним не справлялись. Это было слишком умно для компьютеров, которые могут только подай, принеси, посчитай. Вот с этим пониманием мы двигаемся. Так, там вопрос. Ну давайте. Я хотела задать вопрос. А возможно создать такую программу, которая могла бы сама по себе развиваться? То есть в ней задают вопрос, и она начинает создавать как бы себе алгоритм, если такой вопрос повторится снова. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Смотрите. В предметной области определенной обучать, решать задачи можно, но так, чтобы это была программа, которая отвечает на любые вопросы, пока нет. Ну то есть, например, мы можем научить, и она будет делать это лучше, чем она делала до этого. Но так, чтобы она вообще на произвольный вопрос находила ответ, и пока такое не предвидится. Вы проще в поисковике ответ найдете. Ну давайте еще один вопрос. Пожалуйста. Можно ли считать Яндекс.Алису и Сири голосовыми помощниками и искусственным интеллектом? Спасибо за вопрос. Голосовые помощники, они очевидны. А можно ли считать искусственным интеллектом? Такие технологии в них есть. Абсолютно точно. Вы правы. Да, в чистом виде Яндекс.Алиса, Сири или Картана, которые в Microsoft есть, это технологии искусственного интеллекта. Но считать, что Алиса равно искусственный интеллект, в исходном смысле, в котором понимает его фантастика, нет, разумеется. Это просто компьютерная программа, которая ведет себя так, как будто бы у нее есть интеллект. В разных видеоиграх есть такие люди, которые не совсем реальные игроки, это просто боты. Это тоже искусственный интеллект? Да, это тоже искусственный интеллект. Правда, скажем, та степень их, насколько с ними интересно играть, зависит от того, какая там внутри математика. Есть очень простая математика. Например, вот, скажем, увидел меня враг в своем поле зрения, побежал на меня с мечом. Самое простое поведение, да? А, например, если он может там скрываться, прятаться и так далее, это уже какое-то другое поведение. Он нужно более сложной математикой моделировать. Поэтому, да, это всегда искусственный интеллект. Просто от простого к сложному поведению и математика, которая стоит за этим технологией, они тоже от простого к сложному. Спасибо. Хорошо, я пока продолжу? Пока все, продолжаем. Какие вопросы хорошие? Вопросы потом. Хорошо. Так, ну давайте посмотрим на примеры некоторых технологий, вообще говоря, практических. Я вас чему-то научу после сегодняшнего дня, что вы сможете сами делать даже на бумаге себе персональный искусственный интеллект, по крайней мере, чуть-чуть. Вообще это давно появилось. То есть первым делом, когда появился искусственный интеллект, начали думать, а что такое естественный интеллект? То есть как человек принимает решения. И самая известная модель принятия решения – это логическая. Я знаю такие-то факты, я могу делать из них какие-то заключения. Ну, например, если идет дождь, и я выхожу на улицу без зонта, то я промокну. Я как человек, я имею возможность логически мыслить. Соответственно, возникла идея, что можно машину пытаться учить логическому мышлению, то есть говорить, что правильно, что имеет место, и чтобы она из этого выводила какие-то определенные факты, чтобы можно было ее спрашивать. Например, на данном слайде немножко адаптированный код языка программирования «Пролог», который появился еще в 70-й год 20-го века. Этот язык представлял собой логическое программирование. В чем здесь как бы особенность? Мы задаем определенные отношения между людьми, объектами и так далее. Например, говорим «Родитель Максим Артур», то есть Максим является родителем Артура. Дальше «Родитель Алиса Артур», Алиса является родителем Артура. «Родитель Максим», там написано «Тим» не под правил, ну пусть будет «Тимур», в общем тоже родитель. Дальше «М» Максим, «М» Тимур, «М» Артур, «Ж» Алиса. Не нужно объяснять, что это такое. То есть мы говорим, что эти объекты считаются мужчиной или женщиной. И дальше мы с вами придумываем отношение, которое называется «брат». Что такое брат, когда Х и У являются друг другу братьями? Мы должны сформулировать это отношение, опираясь на предыдущее. Ну, во-первых, наверное, то, что у них есть одинаковые родители Z. То есть видите, родители ZX и родители ZY. Если Z родитель общий для X и Y, то они уже родственники. Дальше. Очевидно, что раз они братья, то тогда оба являются, X и Y являются мужским полом. Видите, мужской X, мужской Y. Ну и самое главное нужно, вот тут очень важно, когда мы проектируем такие решения, нам нужно какие-то очевидные вещи, которые нам кажется, ну, как бы нам понятно, что какой-то простой факт, а компьютер он непонятен. То есть, например, вот нам надо еще компьютеру объяснить, что брат сам себе не может быть. Понимаете, вот я сам себе не брат. Братья – это отношение между двумя людьми. Мы-то это с вами понимаем. Мы никогда не знаем, у меня есть брат, и это я сам. Но компьютеру надо объяснить, поэтому вот здесь, видите, отдельной операцией пишется, X не равен Y. Это не то же самое, что Y. Это должны принципиально две разные конструкции. Так вот, вот это программный код. А дальше пользователь этой системы пишет, а кто братья? Просто пишет, кто братья. И ему этот язык программирования выводит, что, соответственно, Тимур и Артур являются братьями. По определению сам язык программирования выводит. Ну, здесь этот пример мы можем глазами охватить. Да, тут в принципе нам все понятно. Но представьте, если бы отношения были бы более сложными, запутанными. Мы бы всю родню туда записали. Еще друзей записали. Вот. Всякие там шурины, девери и так далее. И это только предметный область про семью. То есть язык программирования вот такой вот логический, он помогает нам записать формально то, что мы знаем про предметный область, а потом спросить у программы какие-нибудь факты. А верно ли то, что вот они друг другу кем-то приходятся? А верно ли, что у них степень родства там такая, что они там двоюродные братья? Вот. Это одна из моделей, которая появилась еще очень давно. Теперь посмотрим на одну популярную модель, которая является самой доминирующей в технологиях искусственного интеллекта. Вы точно кто-то ее слышал. Это нейронные сети. Я не буду вам рассказывать, что такое нейронные сети, ровно потому, что нейронные сети — это математика определенная, достаточно в чем-то сложная. Но я вам объясню, зачем она нужна. Смотрите. Вот возьмем простую задачу. Еще раз. Вот есть у меня в компьютере два изображения. На одном мужчина, на втором женщина. Я как человек легко могу понять. То есть мы с детства учимся различать мальчиков и девочек. И мы уже к определенному времени можем эту работу делать. Теперь смотрите. На компьютере-то каждые данные — это биты, то есть нолики и единички. И получается, что имеет место некоторая функция, которая по набору ноликов и единичек говорит, а это мужчина и это женщина. При этом ноликов и единичек там очень много, под миллионы. И я как человек, как математик, не могу такую функцию просто написать. Понимаете? Потому что она будет опираться на конкретные точки в самом изображении. То есть нейронные сети помогают там, где человек, математик, программист, не может придумать сам зависимость. Понимаете? Вот кто уже функции проходил в школе? Поднимите руки. Высоко поднимайте, вот так, чтобы видно было. Ой, несколько человек. Но сейчас я вот ему быстренько скажу кое-что. Вот вы прямую проходили, y равно kx плюс b. Было такое. Линейная зависимость. Видите, сразу понятно. Подставил исходное значение такое, получил ответ такой. А вот там, где мы не можем функцию написать, но зависимость точно есть, там нам могут помочь нейронные сети. Как они нам помогают? Мы берем как бы пустую чистую нейронную сеть без знаний и ей на вход подаем правильный ответ на какие-то входные данные. Мы потом находим фотографии и говорим, здесь мальчик или здесь мужчина. Следующая фотография потом говорим, здесь женщина или здесь девочка. И нейронная сеть внутри пытается себя подогнать, чтобы давать правильный ответ на все указанные мной фотографии. Если я дам 10 фотографий, хорошо, 50 лучше, 1000 совсем хорошо, 10 тысяч, я уже, скорее всего, буду иметь надежную нейронную сеть. То есть если нейронная сеть правильно работает на 10 тысячах фотографий, где есть мужчина и женщина, и она их различает, то я думаю, что когда будет 10 тысяч, первая фотография, все будет хорошо. Вот так работают нейронные сети. И это я только про изображение говорил. Например, в будущем, очевидно, и уже сейчас есть эксперименты, вот когда у меня что-то не работает, я пишу сообщение в техподдержку. В будущем это сообщение тоже будет идти в нейронную сеть, и оно будет понимать, о чем мое сообщение. Что за ним стоит. Что у меня там водопровод прорвало, да, я на самом деле жду, когда мне аварийное приедет. Или, например, помощи прошу по какому-то финансовому вопросу. Но надо понимать, что еще раз, почему мы не боимся, что искусственный интеллект нас захватит. Потому что у любого инструмента есть свои собственные ограничения. И вот некоторые из них. Классический пример. Однажды группа людей написала нейронную сеть, которая по фотографии смогла различать, изображен ли на фотографии волк или хаски. Так-то они похожи, но хаски это все-таки собаки, такие большие, хорошие, приветливые. Выглядит, да, сначала страшно, когда в первый раз выглядят, как будто волки, на самом деле очень добрые. Так вот, можно увидеть разницу глазами, но сложнее, да, вот, например, вот это хаски, прямо, ну, волк-волк. Но нет, это хаски. Написали нейронную сеть, которая их различает. Все вроде работает. Начали подавать на вход вот эти фотографии. И, ну, вы видите, кто здесь? Хаски или волки? Хаски. Вот, кто это? Проголосуем, да, давайте. Кто за то, что это хаски, руки поднимите? Родители тоже голосуйте, пожалуйста. Вот, вы хаски думаете. Спасибо, папусик. Кто за то, что это волки? Ну, поменьше людей, да. Но это хаски на самом деле, то есть большинство права. Мы это увидели, да? Нейросеть в упор говорит, это волки. Прям вот, ну, видно, что не волки. Она говорит, это волки. А угадайте, почему? Вот вопрос в аудиторию. Да, пожалуйста. Потому что нейронная сеть не видела таких фотографий и ее еще не сели запрограммировали, как вы говорили. То есть, если показать одну, это... Нет, на самом деле, нет. Спасибо, как бы ваш ответ корректный. Вот еще один вариант ответа есть. Да, ваш ответ корректный, но он не совсем правильный. Нормально там было все собрали. Так, еще, пожалуйста, где? Потому что программировали то, что волки обычно, они по фону, может, определили. Так, и что здесь мы видим? Снег. Скажи, скажи. Снег. Конечно. Спасибо, молодец. Смотрите. Нейронная сеть, она не понимает изображение, как мы. Вот мы смотрим и видим, вот тут волк. Мы не говорим, тут снег. А нейронной сети все равно было. И если присмотреться, это я из гугла взял, но я проверял гипотезу, что волков чаще всего изображают на снегу, потому что в природе они чаще всего красиво смотрятся на белом снегу в лесу. Их там фотографируют. Летом поймать тяжело, фотографии не очень красивые. За парки, ну, поменьше фотографий. Так вот, нейронная сеть, будучи обучена фотографией волков, преимущественно на которых был снег, узнавала волков не потому, что там волки, а потому, что на фоне есть снег. И когда ей подали на вход собачек на снегу, она с уверенностью сказала, что это волки. Это вопрос корректных данных, да, то есть вот это вопрос того, на каких данных мы нейросеть обучаем. Но даже вроде бы на нормальных данных нейросеть бывает приколы. Вот еще один пример традиционный. Я рад, что эту фотографию не видно вблизи. Вот, значит, это, ну, так-то это Ким Кардашьян, лучше вы не знаете, кто это, а может, знаете, неважно. Неважно. Главное в том, что вас должна смущать вот эта вот вторая фотография. Если вы присмотритесь, у нее глаз и рот поменяли местами. Ну, просто вот так вот пошутили. Ну, поменяли и ладно. Так вот нейронная сеть с вероятностью 90% считает, что это человек, а вот оригинальную фотографию 88%. То есть, понимаете, нейронная сеть не сказала мне, что на фотографии, не пойми что, ну, не может быть это человеком, когда у него вот здесь вот находится рот, а вот тут у меня находится глаз. Нет, она сказала, нет, все правильно, там человек еще и с большей вероятностью, чем исходная фотография. Вот, потому что она привыкла, что ловить конкретные части изображения, но не видеть между ними пространственные отношения. Есть два глаза, есть рот, значит, человек. А чем раньше рот найдется, видимо, тем это быстрее человек будет. То есть, да, все правильно. Вот, так что вот нейронные сети тоже имеют некоторые свои ограничения. Дальше. Еще один стереотип, что искусственный телек это сложно. Я сейчас напугал нейронными сетями, ну, в смысле, я математику спрятал, которая за этим стоит, но надо понимать, что искусственный телек это не обязательно сложно. Прихожу однажды в кинотеатр. Там реклама одной компании. Ну, как бы, искусственный интеллект сформирует тарифище специально для тебя. И на другом, значит, экране в диалог ведут актеры Дмитрий Нагиев и Леонид Ермольник, и они говорят фразу, которая цитирует главу моей диссертации, ну, в смысле, я там тоже технологию-то упоминаю, коллаборативная фильтрация. Я такой, что ж, где я точно в кино нахожусь? Они говорят, коллаборативная фильтрация, и тут еще комментарий идет в самом видео в рекламе, метод построения прогнозов в рекомендационных системах, как бы, вот, коллаборативная фильтрация. И все сразу, о, там что-то такое, очень, 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 да, вот такое, да, совершенно верно. Ну, рекомендации, на самом деле, мы прекрасно знаем, где используются. Мы смотрим видео на том же самом Ютубе. Разные поколения разные смотрят видео. И коллаборативная фильтрация там используется. Вот только многие считают, что это что-то сложное. Там сложный алгоритм, искусственный интеллект. Но биологи 20 века, как ни странно, именно они с вами совсем не согласятся, что это сложно. Ну-ка, выскажите, дайте этому человеку микрофон. По факту же там, вот, если даже с мобильным интернетом, то же самое, оно может считывать, сколько у тебя за день интернет уходит, и потом вычислять среднее арифметическое. Так, отлично. Вот, отличный ответ, как это может быть. Единственное, как бы, коль скоро ваш ответ хороший, то я, это пока не вопрос, да, это просто был комментарий, то я к нему придерусь, но по-умному придерусь. Это у вас очень хорошее было. Слово коллаборативное означает, что я сравниваю с кем-то другим. То есть не я один по мне считаю, да, а еще с другими клиентами. И вот обратите внимание, представьте себе, что есть у нас какой-нибудь такой пользователь, какого-то видеосервиса, который зовут Ильшат, и он посмотрел из 10 видео, вот те, которые закрашены красным цветом. Второй, третий, четвертый, седьмой и десятый. Совершенно верно. И вот стоит вопрос, какие видео надо еще порекомендовать Ильшату, чтобы ему это было интересно. О, у вас уже есть, да, комментарии? Шестой, пятый. Ну ладно, давайте. Я как-то вопрос-то не открывал сессию? Ну ладно, давайте. Надо порекомендовать первый, пятый, шестой, восьмой и девятый, потому что он их не смотрел. Спасибо, а что если девятый и восьмой ему не понравятся? И он навсегда забросит пользование этим видеосервисом, потому что они ку-ку и не подобрали ему правильное видео. Так что минимальный набор, максимальный набор вы назвали. Не-не-не, подождите, 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 подождите. Сейчас, 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 сейчас. Вы все молодцы, я знаю, что у вас уже есть ответ для меня. Дайте, дайте, сейчас, 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 ну дайте, дайте рассказать. Чуть-чуть. Сейчас я намекну, я намекну сейчас. Следующий слайд хотя бы поставлю. Смотрите, надо понимать, что в каком-то видеохостинге, видеосервисе, наш Ильшат не один, там много других, Ильшатов и не только. Например, вот у него есть два друга, Алиса и Максим, которые посмотрели другие видео. Что надо порекомендовать Ильшату? Пользуйся сведениями других. Так, вон там, давайте. Видео номер один, пять, шесть и восемь. Ага, почему? Потому что его знакомые уже его посмотрели, он может спросить, хорошее видео, нет. Смотрите, а рекомендации идут автоматически. То есть вот вы посмотрели, и кто-то посмотрел, и вы не сговариваясь, вам прилетает еще это видео. Но то, что девятое рекомендовать не нужно, я согласен. Потому что, видимо, его никто не посмотрел. Не предугадываем результат. Еще что? Давайте, давайте, давайте. Седьмое, да, потому что у него больше просмотров. А что, не четвертое? А, седьмое ты Ильшат смотрел, посмотрите. Мы же Ильшат рекомендуем. Ну, давайте, последний комментарий. Хорошо. Обычно по такой же схеме бывает и в Ютубе. То, что если много людей смотрят какой-то определенный канал, то им показывают другой канал, который смотрит та же самая, скажем так, публика. То есть тем самым выходит, что люди ищут одинаковый интерес. Все правильно, абсолютно вы правы. Ответ правильный? А теперь я просто, о чем был мой комментарий? Рекомендация так и работает, правильно. Но самое главное, что ее можно посчитать даже вам. То есть там нету сложного алгоритма. Вот там человек говорил про среднее арифметическое, когда сам себя считает. А теперь смотрите, почему я упомянул биологов. Дело в том, что в 20 веке эволюционные биологи, такие вот были ученые, они придумали так называемые меры сходства. Им нужно было оценивать какие-то два места на наших планетах, насколько они друг с другом похожи, какие там одинаковые животные водятся, одинаковые растения и многое-многое другое. И они придумали формулы, по которым можно было это сходство считать. Вот посмотрите. Если а и b это два множества, а а пересечения с b это общие в них элементы. Размер это количество элементов во множестве. Так вот формула, которую предложил Торвальд Сьоренсен, норвежский ученый, читается так. 2 умножить на размер общих элементов, количество общих элементов, поделить на сумму размеров. Смотрите внимательно. Если общего ничего нет, сколько элементов общих? Ноль. Чему равна дробь? Нулю. То есть сходство нулевое. Теперь смотрите. Если а и b одинаковые, то у них в числителе два размера, а в знаменателе размер плюс размер, то есть тоже два размера. Получается чему равна дробь? Один. Один, то есть 100%. То есть от нуля до 100% у нас это работает. А теперь посчитаем это над нашими пользователями. Если я посчитаю Ильшата с Алисой, то у них общих видео 4. Видите? Раз, два, три и четыре. А количество просмотренных видео 5 и 6. Я получаю дробь 8 одиннадцатых, которая примерно равна 73 сотых. Надеюсь, что у вас такие дробь были. Если нет, то это просто нормально. Нормально. 73% это прям лучше, чем половина. А если я посчитаю Ильшата и Максима, то я получу по той же формуле 25%. То есть только четверть видео у них общие. Каждое четвертое видео у них общее. Чьи видео я, наверное, буду рекомендовать? А Максима или Алисы? Совершенно верно, потому что они похожи по интересу с Ильшатом. И вот теперь я, наверное, порекомендую видео, которое посмотрела Алиса, а Ильшат еще не посмотрел. Как было сказано коллегой 5 минут назад, надо, конечно, смотреть не на одного человека, а на много людей, которые посмотрели со мной одинаковые видео, но еще и все они посмотрели что-то другое, а я еще не посмотрел. И мне это надо рекомендовать. Бум. Ну и еще один способ, тоже я его очень люблю показывать, это тоже… Вот биология, она много сделал для информатики, для искусственного интеллекта. Мы на стыке очень давно находимся. И из биологии к нам еще пришел такой способ, который позволяет строить сложные объекты. Вообще, эвристика — это термин, который означает, что я делаю какое-то действие, которое математически не подкреплено ничем, но в принципе оно мне помогает решать задачу, а конкретно помогает делать ее быстрее. Ну, например, скажем, просто предположим, вот у вас есть коробка, где очень много конфет разных, пусть там все цвета радуги, от красного до фиолетового. Вы смотрите вот так вот в эту коробку, и вы хотите взять фиолетовую конфету, а на поверхности ее нет. Соответственно, какой самый простой вариант поиска конфеты? Коробка непрозрачная. Вы начнете по одной конфете доставать вот так. Вот, подождите. Я говорил, самый простой вариант, я сказал. Я же не говорю, что это будет такой. Какой вариант вы сделаете побыстрее? Вы, например, перевернете эту коробку и возьмете фиолетовую конфету. Или, а вам скажут, нельзя переворачивать. Вам нужно сделать так, чтобы вы увидели сверху фиолетовую конфету. Что вы будете делать? Можно порыться. Как, как? Рыться. А, рыться. Ну, можно порыться, можно потрясти. То есть, смотрите. Чего? Можно прозрачное. Да, можно прозрачное пересыпать. Но, видите, вы начинаете придумывать подходы, которые как бы могут и не помочь. А вдруг вы будете трясти, и фиолетовая конфета не всплывет. Но они, скорее всего, помогут, потому что это есть вероятность неналевая. Так вот, внезапно. Одно из таких эвристик является то, что называется генетическим алгоритмом. И это вещь, которая пришла к нам из биологии. Вот сейчас коротенькое сообщение на тему, в которой я сам-то не особо специалист. Надеюсь, что люди есть с образованием старшие, все-таки профильным. Но, тем не менее, есть такая вещь, как селекция. Она применяется в разведении животных и выращивании растений. Что такое селекция? Это направленное действие человека, чтобы получать новые виды, новые сорта, например, растений, или новые виды животных, которые имеют определенный признак. Например, все породы собак когда-то кто-то вывел. Таким образом, как это делают? Например, с растениями. Например, мне хочется получить подсолнухи, которые будут 2 метра в высоту. Вот почти как я, только еще 10 сантиметров. И, соответственно, как мне это сделать? Я засеиваю поле подсолнухами. И когда я собираю урожай, самые высокие подсолнухи я кладу отдельные семечки. Чтобы потом засеять поле уже семечками из этих подсолнухов, собирая среди них высокие и продолжая процесс, ожидая, что рано или поздно у меня средняя высота подсолнухов станет той, которой мне надо. То есть я вывел этот сорт. С чем это связано? Дело в том, что почти все признаки, которые мы видим или чувствуем, или наблюдаем у биологического объекта, есть у его ДНК, в его генах. А там очень много маленьких признаков. Каждый за что-то отвечает. И чем я буду больше именно пытаться локализовать этот признак в одной группе, тем он, скорее всего, будет везде проявляться. И когда из больших беру большие, из них беру тоже большие, из них беру большие, то я потихоньку делаю его часто встречающимся. И вот получается селекция. Вавилов сказал, что ученые, что селекция – это эволюция, направленная волей человека. Зачем-то нам это надо. А что, у нас с вами нету сложных объектов, которые тоже нужно как-то получать. Вот кто в школе учится? У вас есть расписание занятий? Кто его составляет в вашей школе? А как вы думаете, как заучат составляет? Случайно, да, получается? Как, как, да. Дайте микрофон человеку. Чтобы каждый раз выходило так, что учителем был на один урок, один класс. И чтобы он, например, шесть уроков, и ты старший классик у тебя. То делать так, чтобы у всех было шесть уроков, у учителей только. Хорошо. Ну или семь. Хорошо. Приходит учитель и говорит, вы знаете, я во вторник не могу. И в среду не могу. Вставьте мне все уроки в понедельник, четверть, пятницу. Приходит следующий учитель и говорит, вы знаете, я с утра не просыпаюсь. Я готов работать во вторую смену. Первую не могу. Делайте, что хотите со мной. Вот. Приходят дальше школьники. Ну, предположим, такой идеальный мир для школьники тоже могут сказать. Они говорят, а вы не могли бы нам после математики физкультуру не ставить? А, наоборот, после физкультуры математику не ставить. Мы не думаем на математике после физкультуры. Понимаете? Вот. Спасибо за ответ. Все. Вы правильно говорите. То есть есть ограничения жесткие, которые нельзя нарушать. Ну, то есть вот один человек должен быть в одном месте. Он не может быть в двух одновременных классах. Или не может быть два класса в одной комнате. В одной комнате. Но есть еще необязательные ограничения, которые, ну, хорошо бы соблюдать, чтобы людям было комфортно. Чтобы, вот, например, в УЗИ у вас в школе нет окон. Или максимум одно. Не знаю. В УЗИ бывают окна. То есть вот пропуски в расписании. Один-два окна. И это еще не один раз в день. То есть вы приходите в университет в 10 утра. В час заканчиваете. У вас перерыв полтора часа. Потом снова занятие. Потом снова окно. Потом снова занятие. Вот такие вещи могут быть. Все нормально. Так вот. Соответственно. Столько разных условий все надо соблюсти. Если человек начинает просто в явном виде заполнять таблицу, он сталкивается с тем, что вот он составил расписание. Все хорошо. И тут не учел какой-то признак. И сразу как будто бы это не работает. Ему нужно все переделывать опять. Так вот. Есть подход к созданию расписания, который сделан по такому признаку. Еще раз. На что опирается у нас селекция? Она опирается на то, что при скрещивании, когда у нас появляется, скажем, вырастает очередная популяция, пусть про растения мы говорим, происходит обмен генами, если вам слово знакомо, а тогда признаками, если не знакомо, между несколькими представителями вида. Ну, двумя чаще всего. И когда они обменялись, мы получаем какое-то новое свойство у нашей новой популяции, которое потенциально нужно нам. Как там у… Это для родителей, да? У Васи этого, Басты. Наши дети будут лучше, чем мы. Получили новые признаки, которые лучше, чем были до этого. Как это сделать? Давайте смоделируем. Смотрите. Маленький пример. Он простой, но он показывает, что происходит. То есть это дальше уже программирование идет. Вот у меня нужно построить… Значит, мне нужно построить решение из четырех клеточек, что все были зелеными. Допустим, что я не могу это сделать в явном виде, понимаете? Вот как с селекцией. Не могу я сказать, ну, подсолнух два метра, появись, пожалуйста. Не работает так. Так что я не могу сказать, расписание, пожалуйста, идеальное. Появись вот сейчас передо мной. Не могу. Так вот, вот это надо, чтобы появилось оно само без моего вена. То есть я не могу ее просто нарисовать. Так вот, в этой схеме красные квадратики будут означать, что нарушается ограничение, а зеленые, что соблюдается. Что первым делом делают в генетическом программировании? Генерируют популяцию случайным образом. Было слово рандомное, кстати, я его прокомментирую еще. Неправильно используют слово рандомное наше поколение. Так вот, я случайным образом генерирую набор объектов. Вот просто случайно. И какие-то красные, какие-то зеленые. Дальше я придумываю операцию, которая означает вот то самое скрещивание, которое есть в биологии. Мне нужно ее сейчас придумать здесь. Легко придумать. Смотрите, если это два родителя, то их потомки могут быть вот такие. Я беру нечетные признаки сюда, отчетные отсюда, а здесь наоборот, нечетные признаки отсюда, нечетные отсюда. Ну, то есть квадратики просто перемещаю и получаю новую популяцию, которую я тоже добавляю в существующую. Вот новые появляются у меня, новое поколение. Дальше что я делаю? Я же знаю, кто меня устраивает. Я могу посчитать зеленые квадратики, сказать, сколько у меня их будет. В итоге я их считаю, и я беру из них только те, у которых количество красных квадратиков минимальное, а зеленых максимальное. То есть какие-то вот такие. Желательно просто сохранять размер популяции обычно. Поэтому я беру, чтобы осталось 6. Вот моя новая популяция, уже очевидно лучше, чем предыдущая. Вот сравните, сколько тут красного было и сколько стало здесь красного. И я делаю снова кроссовер. И на первом шишаге первые два представителя популяции дают мне правильный ответ. И вот в теории, если трактовать, что в расписании клеточка, как бы одно занятие в классе в одно время у одного преподавателя, это тот самый признак, который я могу двигать, я могу попытаться получить какое-то подходящее расписание. Расписание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова